Мне понадобится какая-нибудь большая миска для того, чтобы мешать тесто. Итак, овсяные хлопья. Два стакана. Все очень просто, все специально в стаканах, чтобы было удобно отмерять, даже если нет весов на кухне. Раз. Вообще батончики – это такая замечательная вещь, потому что они, во-первых, хороши к чаю. Их можно взять с собой, это не то, что там сливочный, какой-нибудь кремовый торт, понимаешь, с собой не возьмешь. И дети их обожают, потому что они хрустящие, в них есть карамель, орехи и шоколад, что может быть вкуснее. Итак, два стакана хлопьев. Ой-ой-ой, забыла, забыла. Ни в коем случае нельзя забыть. 200 грамм сливочного масла, которое уже, в принципе, размягченное, нужно поставить, растопиться. На медленном огне, пусть оно себе тут топится, пока я все тут смешиваю. Итак, продолжаем разговор. Два стакана муки. Я думаю, что идея батончиков, она вообще такая, принадлежит американцам. Знаешь, они любят все удобное такое, вот, когда все можно с собой взять. В общем, они в этом деле большие профессионалы. Поэтому у них есть такие, знаешь, шоколадные батончики. Помнишь, мы с тобой делали такие браунис? Да. Мы с тобой даже делали один раз блондинистых, помнишь, блондинистые такие нарезанные батончики с белым шоколадом. Так, теперь сюда, вот как хорошо смешали. Сюда же стакан сахара. Их много получится, я тебя предупреждаю. И хранить их можно несколько дней совершенно спокойно в плотно закрытом контейнере. А кому нравится вообще застывшая карамель или застывший шоколад, их можно хранить совершенно спокойно в холодильнике. Итак, стакан сахара. Два стакана овсянки, два стакана муки. Чайная ложка разрыхлителя. Можно использовать пищевую соду. Чайная ложка разрыхлителя. И еще чайная ложка, вернее, пол чайной ложки соли. Вот это у нас все смешалось. Пусть ты ждет своего часа, пока я тебе расскажу про карамельный соус. Карамельный соус, вещь очень-очень интересная. Возьму сразу кастрюльку, потому что мы его будем с тобой варить. Карамельный соус. Здесь у меня 150 грамм сахара. Карамельный соус, в принципе, нужно сварить карамель. Карамель-то что? Это много сахара и мало жидкости, правильно? Сахар. Мы будем делать шоколадную карамель с тобой. Не просто так, а шоколадную карамель. Поэтому мы возьмем с тобой 150 грамм сахара. Возьмем с тобой две плитки очень темного, очень-очень интенсивного, насыщенного вкуса шоколада. Двух плиток, я думаю, хватит нам вполне. Это будет 200 грамм. И самое главное, она будет сливочная. Сливки нужны. Сливки самые жирные, которые можешь найти. Но, кстати, если ты не хочешь там сэкономить на калориях, ты можешь совершенно спокойно взять какие-нибудь сливки не столь жирные. 250 миллилитров сливок. Это значит полный стакан. Отправляем сюда. Не все еще. Мед. Меда. Где-то столовая ложка. Ты помнишь, мы с тобой как-то пекли блинный торт. Из блинов мы делали торт. Так вот, это похожая карамель, которой мы, когда мы украшали торт. Она такая вязкая, тягучая. Конфетки можно из нее, в принципе, делать. Серьезно, если есть форма, такая силиконовая форма нужна, помажь ее маслом с сливочным, разлей это по форме, получит у тебя конфетки очень-очень вкусные. Так вот, сейчас нам нужно первым делом сделать так, чтобы сахар, чтобы сахар у нас растворился. Ай, медок, медок. Сейчас мы ждем, когда разойдется мед, и в этот самый момент, уменьшив температуру, чтобы не рисковать, отправляем сюда поломанный на кусочки шоколад. Вот, собственно говоря, сахар уже растворился, мед растворился, теперь все дело за шоколадом. Ну и нужно ее несколько уварить. Значит, вот теперь я пока могу ее оставить ненадолго в одиночестве. Взять масло, которое совершенно-совершенно растопилось. И будем творить тесто. Нужно все сейчас-то вымешать и поделить на две неравные части. Одну больше, другую меньше. Это обыкновенная овсянка, да? Это овсянка, которая у быстрого приготовления. Это та, которая раз, залила ее кипяточком, и она постоит немножечко, и уже готова. Вот получается такое тесто. Оно довольно легко, видишь, становится однородным, масло помогает. Почему я говорю, что нам нужно две неравные половинки? Почему? Потому что мы возьмем бумагу для выпечки. Мы возьмем сливочное масло. Уложили. Намазали. Сначала намазали, потом уложили. Так, и первую половину, та, которая побольше. Ты не волнуйся, что она такая у тебя рассыпчатая. Если тебе кажется, что с ним что-то не так, ты ошибаешься, с ним все в порядке. Первую часть выкладываем и вот так вот распределяем. Видишь, оно быстренько схватывается друг с дружкой прямо у тебя в форме. Видишь, осталось ровно одна треть. А две трети представляют собой уже корж. Почти представляют собой корж. Духовка у меня разогрета 160 градусов. И я отправляю в эту духовку на 10 минут. Что получается? Получается карамель. Ты понимаешь? Мы ее как следует вымешиваем. Вот и получается карамельный шоколадо-карамельный соус. Как пахнет карамелью. Все. Соус мы оставляем в сторонку. Он загустевает прямо на глазах. Несмотря на то, что мы... Посмотри, какой он. Ой, гладкий, шоколковистый. Ну, как можно не стать шоколадоголиком, глядя на всю эту красоту? Теперь что? Мы сделаем приготовления, которых, в принципе, уже для того, чтобы закончить, просто с нашим пирогом. С нашими карамелитами. Они называются карамелиты. В Нью-Йорке в кафе, в котором я первый раз их попробовала, они так и назывались карамелитас. Что-то испанское. Что-то испанское. Забыла спросить, почему у них так его звали. Так. Стакан орехов. Можно грецких. У меня вот пекан. Он как-то... У него вкус интенсивнее. Или, может быть, потому что мне грецкий орех с детства знаком. Но этот, мне кажется, немножечко иным. Так. Вот, смотри, как я их измельчила. Я специально это делала в ступке для того, чтобы контролировать величину кусочков. Я вынимаю свой корж. Посмотри. Он немножечко пропекся. Подвиньтесь. Видишь, прихватился снизу. И вот теперь самое время полить его карамельным соусом. То есть нужно сделать слой карамельного соуса. Шоколадно-карамельного соуса, я бы сказала. Так. Красота. Теперь сюда же, где мои орешки? Вот они, мои орешки. Есть и все. И последний штрих. Это тесто, которое вот теперь уже не обязательно утрамбовывать, естественно. А просто нужно равномерно рассыпать. Минут на 25-30. Отправляю в духовку, не изменяя температуру. 160 градусов. Прикрыта моя шоколадная карамель и орехи. И все это отправляется с радостным криком. Ура! В духовку. Мой пирог, мой пирог. О, о, о. Это было самое время. Посмотри, какой он золотистый. Посмотри, какой он пропеченный. Вот теперь он должен остыть совершенно, прежде чем мы его будем резать. Его, кстати, можно подавать и так на стол. К чаю, к кофе. Гениально. Гости будут счастливы, если ты дашь так кофе. В такой какой-нибудь паспортный день. Потом, дашь так кофе. Продолжение следует...